Всем привет! С вами Мария, и вы на канале Алмазная вышивка и не только. Вы знаете, что недавно я начала выкладывать новый набор, трамвайчик с подсветкой. И тогда я пообещала вам в одном из следующих выпусков рассказать, как покупать LED-мозаику. Что ж, время пришло. Для тех, кто не видел первый выпуск и не знает, что такое LED-мозаика, я оставлю ссылочку на видео в описании. Но вкратце скажу, что это просто алмазная вышивка на подрамнике, где в определенной области подрамника сзади вмонтированы светодиоды. И на подрамнике есть выключатель, который позволяет вам, соответственно, включать и выключать подсветку. По ощущениям, выкладка такого набора ничем не отличается от обычного набора на подрамнике. Только потом вы можете его использовать не только как картину, но и как ночной светильник. Хотя свет не особо яркий, поэтому такая картина скорее создает антураж в интерьере, нежели выполняет функцию именно осветительного прибора. Но это было краткое введение, теперь вернемся к основной сути ролика. Начну, конечно, с запроса для Алиэкспресс. А запрос длинный. LED Light Diamond Painting Full Round. Сразу скажу, что запрос не идеальный, поскольку сейчас, помимо этих картин, продается еще много круглых светильников, которые технически тоже можно назвать алмазной картиной с подсветкой. Также есть светодиодные экраны с подсветкой, о которых я вам уже рассказывала. Изначально они создавались не для алмазной мозаики, а для рисования. Но поскольку их удобно использовать для подсвечивания схемы, их стали продавать и как LED-экраны для алмазной мозаики. Так что они тоже будут засорять нам результаты поиска. Кстати, можно воспользоваться тем, что LED-мозаика находится в довольно высокой ценовой категории и в фильтре выставить в минимальной цене 800 или 900 рублей. Тогда в результатах останется только то, что вам нужно. Вообще, сюжетов с LED-мозаикой очень мало. Я вам уже говорила, что несмотря на тот факт, что она уже второй, а то и третий год имеется в продаже, особого развития идей не получила. Делает их один производитель, поэтому можете не высматривать разницу между одинаковыми сюжетами у разных продавцов. Скорее всего, вы получите одно и то же. Вопрос только в цене, в том, как продавец запаковывает этот товар и как быстро он его отправляет. Упаковка имеет очень большое значение. Я вам уже показывала, в каком состоянии пришел мой трамвайчик. И это он приехал в хорошей коробке напрямую от производителя. Что же касается цены, то это отдельный разговор. Понятно, что при таком весе и объеме половина стоимости – это доставка. Я даже вам конкретные цифры назову. У производителя есть два размерных ряда. Это картины 30х40 и 40х50 см. Так вот, картины 30х40 стоят около 500 рублей, а картины 40х50 – около 600 рублей. Конечно, это если вы пришли на китайский завод, купили минимальную оптовую партию и унесли ее в своих руках. А вот если вам нужно их упаковать, доставить на границу с Россией, переправить через нее, а потом еще довезти до своего города – это уже совсем другое дело. У меня себестоимость картины 30х40 с доставкой до Казани получилась около 1000 рублей. Ну, чуть больше. Для картины 40х50 см – около 1600 рублей. Я, конечно, сейчас говорю вам про свой личный опыт закупок. Не ручаюсь, что он идеально оптимизированный, что это минимально возможная закупочная цена, но вы можете использовать эти цены в качестве ориентиров. И, исходя из них, понятно, что за 3-4 тысячи рублей эти наборы точно покупать не стоит. Ну и давайте пройдемся по ассортименту этих картин, благо он невелик. Начну я со своего трамвайчика размером 40х50. Этот сюжет мне больше всех нравится из всех латмозаик. А на второе место я поставила бы вот этот зимний замок размером 30х40. Я не стала его выкладывать только потому, что у меня уже есть лунный замок, и там очень схожая цветовая гамма. Есть еще одна очень красивая рождественская елка. Но для нас это все равно не рождественский, а скорее новогодний сюжет. И, как видите, выглядит он очень ярко и по-праздничному. И да, размер здесь 40х50. Дальше идет Эйфелева башня, с которой, кажется, и началась вся эта эпопея LED-вышивок. Очень простой сюжет, но в то же время яркий и лаконичный. Это размер 30х40, и, как мне кажется, именно здесь LED-мозаика более всего к месту. Кстати, у этого сюжета, оказывается, есть вариант и разноцветной подсветки. Увидела его на Алиэкспресс вчера, когда готовилась к этой съемке, благо продавец выложил видео. Кстати, в любом случае, если покупаете LED-мозаику, я настоятельно рекомендую вам покупать те, к которым продавец приложил видеозапись, где видно, как зажигается картина. Так вы увидите и цвет свечения, и интенсивность, и местоположение светодиодов. Далее покажу вам еще три рождественско-новогодних сюжета. Они особо ничем не примечательны, но довольно атмосферные. И, конечно же, создадут вам новогоднее настроение. Цвета очень приятные, да и прорисовка неплохая. Чего не скажешь о следующих двух сюжетах. Это картина с Дедом Морозом и вот такой фэнтези-сюжет с девушкой. Обе картины размером 30 на 40, и это, на мой взгляд, их немножко сгубило. Издали уверена, они будут смотреться отлично, но вблизи, особенно если всматриваться в лица главных героев, то возникают некоторые вопросы. Думаю, что в размере 40 на 50 они смотрелись бы куда выигрышнее. Ну и завершат этот парад картин два сюжета, которые я впервые увидела только вчера. Уж не знаю, новинки это или я просто их раньше не замечала. Но это вот такой сапожок размером 30 на 40, и вот такой мост тоже размером 30 на 40. Предпросмотров у них пока что нет, видеороликов с подсветкой тоже, поэтому ничего конкретного про них сказать нельзя. Вот, собственно, и весь ассортимент. Как видите, выбор невелик. И под конец хочу обратить ваше внимание на несколько важных деталей. Во-первых, во всех этих наборах используются только круглые стразы. Спецстраз там не видела, хотя, возможно, они есть в новом сюжете с сапожком. Во-вторых, батарейки. В набор они не входят, но чаще там используются 2 или 3 пальчиковые батарейки. И в-третьих, выключатели. На страницах многих товаров, которые я просмотрела, есть вот такая фотография, где выключатель находится сбоку. Но судя по фотографиям из отзывов и моему трамвайчику, выключатель находится не сбоку, а сзади на боксе для батареек. С чем это связано? Я не знаю, может они поменяли расположение кнопки, но пока не распродали старые партии, где выключатель все еще сзади. Поэтому, если вам важно, чтобы кнопка была именно сбоку, смотрите на отзывы, где есть реальные фотографии этой кнопки. Что ж, подытожим. Первое. Найти летмозаику на Алиэкспресс можно по вот такому запросу, ограничив минимальную стоимость до 800 рублей. Второе. Производитель у этих наборов один, поэтому продавца можно выбирать только по цене и по доставке. Третье. Лучше покупать товар по отзывам с фотографиями, из которых нужно понять, как запаковывается набор, в каком состоянии он приходит покупателям и, если вам это важно, где находится выключатель. Четвертое. С учетом адекватной наценки магазинов, думаю, наборы 30 на 40 могут стоить в районе 1500 рублей, а наборы 40 на 50 – около 2000 рублей. Все, что дороже, это уже большая наценка магазина. И пятое. При выборе сюжета рекомендую внимательно всматриваться в схему. Проблемы, еле заметные на маленьких фотографиях, могут сильно бросаться в глаза на реальных размерах. Надеюсь, это видео вам понравилось. Напишите, как вам сюжеты, планируете ли вы когда-нибудь приобрести себе летнабор, а если нет, то расскажите почему. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, ведь впереди у нас много интересного. А я с вами прощаюсь, хоть и ненадолго. Всем пока!